Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги. Что сегодня будем обсуждать? Еще одна новость, как по мне, это интересная новость. Роскосмос сообщил, что российская станция Луна-25 столкнулась с Луной и перестала существовать. Она утонула. Детали. По словам россиян, станция перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила свое существование. Вот умеют они красиво, да, красиво назвать такие простые вещи, как разбилась. Разбилась станция Луна-25. В субботу ведомство сообщало, что произошла нештатная ситуация, не уточнив какая. Ну, в общем, мои хорошие. Путин ничего не может сделать с Украиной, не может получить никаких побед реальных на поле боя. Тогда он решил хоть как-то засветиться, если уж не на Земле, то на Луне. На Луне, соответственно, тоже ярко прям засветился, угрохал. Еще неизвестно сколько миллионов или там миллиардов, я не знаю, сколько там в эту Луну они вложили. Вот, и сколько еще россиян они оставили в уличных туалетах, раздолбанных, да. Ну и, собственно говоря, ухайдухали они свою эту лунную станцию. Ну, чего и следовало ожидать, чего и следовало ожидать. Ну, вообще интересно. Вообще интересно. Давайте попробуем рассмотреть эту ситуацию. А что случилось? Что случилось? Что тут? Ну, разгильдяйство обычное российское. Или какой-то, может быть, тут какое-то специально, да, это было какое-то тут внешнее вмешательство. Либо это внутренние, скажем, их косяки. Вот это же мы можем посмотреть, да, без каких-то, может быть, технических подробностей. Тут вряд ли. Но почему разбилась станция Луна-25, мы попробуем посмотреть. Это интересно. Интересно. То, что она разбилась, дело хорошее. Потому что нехрен, нехрен своим носом туда длинным лезть еще и на Луну. Лунатикам привет. Мальчики, вы молодцы. Ну, правильно. Ну, правильно. Нехрен им там делать. Еще на Луну не полетели. Туда, в тайгу. Кебеня. Так, хорошо. Луна. Луна-25. А что с тобой случилось? Лунная станция 25. Что же произошло во время прилунения? Что же произошло со станцией во время прилунения? Что случилось? Что произошло? Что произошло во время прилунения? Колесо фортуны. Не повезло, да? Карта прошлого. Что случилось во время прилунения? Ну, я же говорю. А, так мои хорошие. Все понятно. Сейчас я вам расскажу. Тут, ой, слушайте, ну настолько... Мне прямо сразу идет аж потоком. Значит, мои хорошие. В чем фишка? Ясно, что им не... Тут, во-первых, так, нет никакого внешнего влияния. Нет там никаких шпионов, вредителей. Не-не-не-не-не. Это называется... Удача не на вашей стороне. Почему так случилось? Смотрите. Мы имеем пятерку Пентаклей, четверку Пентаклей. Смотрите. Рыцаря мечей, императора и туза мечей. Да? Ну, кроме того, что не повезло. И это, кстати, связано с какими-то прошлыми событиями. Ну, я бы сказала, знаете, в данном случае вот здесь это еще какие-то... Ну, прилетает карма за что-то прошлое, да? Тебе и не могло повезти, потому что ты когда-то что-то делал. А вообще, по факту, если фактически... То есть это было изначально мероприятие, которое было обречено на провал, да? По колесу фортуны. Нет. Ну, а в чем фишка? А фишка в том, мои хорошие, что смотрите. Во-первых, где-то на этом мероприятии, во время производства этого вот, этого вот, станции этой, были какие-то недовложения материальные. Где-то на чем-то сэкономили, потому что было мало денег, было мало средств, как это, импортозамещение, да? Где-то что-то нужное заместили какими-то своими материалами. Естественно, все разрушилось. Плюс какая ситуация. Сам император, видимо, рвал и металл. Он требовал, ускорял процесс. И здесь, смотрите, сделали слишком быстро. Отсчитаться пятилетку за три года, поняли? То есть, вместо того, чтобы довести эту станцию до ума, в нее изначально, видите, было вложено недостаточно средства по причине их нехватки, либо жадности, либо воровства, либо у нас этого просто нет, да? Вот такая здесь изначально, когда эту станцию создавали, она уже была обречена. Почему? Потому что у них чего-то не хватило, потому что кто-то что-то не доложил, потому что изначально материалы были недостаточно качественные. Ну вот что-то в эту сторону. Но перед императором нужно было отсчитаться обязательно, потому что он сказал, он дал указ, он дал приказ. И поэтому мы пятилетку за три года вперед, а там как получится на авось, а там на авось. Прилуниться, не прилуниться, нам надо выполнить приказ, потому что сейчас не выполнишь, все, завтра. То есть были сроки, видимо, была какая-то категоричность в этом. Вот это вот, знаете, они же ему доносят, что мы великие, у нас все в порядке, вот, ну, поняли, да? Под козырек вот эту отчетность у них идет. И вместо того, чтобы разумно, серьезно подходить к таким вещам, продуманно, тут скорее, знаете, нужно вот перед императором выпендриться. Император хотел выпендриться, перед императором хотели выпендриться. Все довыпендривались, а выпендриваться не с чем, извините, с голой жопой, да? И в итоге очень ожидаемая ситуация, не повезло, так и не могло повезти. Почему не повезло? Потому что прошлое, потому что в прошлом денег нет, а вы держитесь. То есть, мои хорошие, здесь нет никакого внешнего вмешательства. Это абсолютно российская вот эта вот черта, во-первых, где-то что-то не доложить, что-то чем-то заменить, разгильдяйство, вот это быстренько отчитаться, выполнить приказ, выполнить указ, главное, да, отчитаться по бумажкам и все. То есть, здесь это было сугубо Луна-25 по-российски. Понимаете, она утонула, потому что она не могла не утонуть, если она сделана в России, понимаете, не могла не утонуть. Ну вот какая страна, какое правительство, такие лунные станции. Ой. Ну такая ситуация получается с этой Луной-25. Здесь так прям вот четко так пришла мысль, я вот прям практически в ней уверена. Так что, нет, в данном случае никто не виноват, ни Америка, там, ни Китай, ни конкуренты, нет. Это сугубо российская фишка. Да. Интересно, какая стоимость этой всей станции, всего этого вообще, вот этого проекта. Какая стоимость. Просто интересно, да. Сколько можно было больниц построить, сколько можно было сделать дорог, сколько можно было сделать полезного, нужного, сколько можно было потушить гектар леса, либо не допустить этих пожаров, сколько можно было техники приобрести для тушения пожаров, да, и не допустить того, что происходит в России. Сколько можно было бы всего, если бы в России был другой император, другой. И крутой на всю голову. Вот такая вот история. Луны-25. Давайте зададим еще вопрос. Дальнейшее покорение луны, давайте так, давайте так. Будем ли биться дальше головой, да, вот, набивать себе шишки. Дальнейшее покорение, будет ли это закрыто, вот закрыта вот эта вся программа лунная, Либо будут дальнейшие продолжения, продолжения лунной программы. Будет ли продолжение лунной программы? Угомонятся к лунатикам лезть туда, своим русским миром? Или все-таки продолжат? Будет ли продолжение лунной программы в России? Продолжение. Ой, мои хорошие, смотрите. Десять мечей. Ну, вы поняли, да? Все, умерла. Идея умерла. Я думаю, там сейчас полная жопа. Вы представляете, что сейчас творится в Кремле? Как сейчас Путину должны прийти, объяснить это, отмазаться? Каким образом? Это полная... То есть смерть идеи. Все, умерла идея. О, еще и дьявол, мои хорошие. Еще и дьявол. Ой-о-о-о. Смотрите, как интересно. И карта луны выпадает. Даже сама карта луны выпала. Знаете, как получается, что они настолько уже попали в эту зависимость. Вот смотрите, вся страна, ну, скажем так, и Кремль, да, вот вся сама Россия, она попала в такую конкретную, под дьяволом оказалась, знаете. То есть такие большие ставки, видимо, они сделали на эту программу. Это же, знаете, была какая-то такая даже ассоциация. Вот та Россия, мы в космос, да, то есть это такие большие ставки, да, что они оказались сами в зависимости от этой ситуации, в зависимости от этой программы Луна. Понимаете? И тут разрушение этой программы просто ударило колоссально по всей стране, вообще по режиму, по всем этим идеям, да, по всему ударило, потому что это было очень показательно для них. Если мы, может, мои хорошие, я когда-то слышала, про вот там, когда-то я видела видео, там, этот Путин давал кому-то распоряжение, там, луну покорить и все такое. Ну, это нас не очень интересует, да, нас. Но для россиян, судя по всему, это было вот очень важно. Для России в международном плане это было очень важно. Это была очень важная ставка, понимаете? То есть если нам по барабану их вот эти вот маневры, понимаете, на Луну, то для них это было важнейшее событие. И если бы оно у них сложилось, то там бы нос задрали, понимаете, дальше, чем до Луны, дальше. А здесь вот это крушение, оно ударом таким прошлось вообще по всей России, по их вот этому величию, по их мечте, по их вот этим кубкам, да. То есть это очень колоссальный удар, мои хорошие. Этот удар намного серьезнее, чем, ну, нам может казаться, да, потому что, ну, не мы же так хотели на Луну. Вот, так что это очень колоссальный удар. И на сегодня программа, конечно, получила 10 мечей. То есть практически уничтожена, уничтожена эта программа. Будет ли она продолжаться? Вы знаете, вот этот дьявол, ну, он может говорить о том, что могут быть какие-то, ну, знаете, не фактические дальше разработки, а вот зависимость, когда могут, ну, говорить об этом, что-то рассказывать, обманывать, делать вид, что что-то продолжается, понимаете, под дьяволом. То есть это уже не честная игра, это уже просто в зависимости. Это потому что тебя обстоятельства вынуждают, потому что ты что-то вынужден, понимаете, ты вынужден что-то делать. Ну, смотрите, пока они в разочаровании, в жестком, ничего у них не получится. Давайте так, если речь идет о том, смогут ли они вторую станцию запустить и дальше пробовать, то скорее на ближайшее время, тут полное разочарование, на ближайшее время, видите, удары. Я вам больше скажу, сейчас запустили бы они вторую станцию, она бы тоже у них разбилась, видите. То есть пока что их манипуляции все разрушаются. Не надо, не надо на Луне русский мир, ну, не надо, не надо. У них свой есть лунный мир, свой лунный язык, свой лунный менталитет и русский корабль, Луна-25. Такой расклад.